Я приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня мы с вами отправимся в небольшой пробег, порядка 150-160 километров, на мотоцикле Yamaha Tenry 660 XTZ. Старенькая, это 1993 год. Этот мотоцикл был немного восстановлен, взбодрен, чуть-чуть где-то покрашен, где-то смазан. Ну, если вам, конечно, интересно, если вы не видели, можете посмотреть видео на моем канале, где все поэтапно происходило. И в сегодняшнем пробеге я хочу рассказать об этом мотоцикле подробнее, рассказать свои ощущения и в целом, что он из себя представляет. Вытягиваем подсос, потому что этот мотоцикл еще не запускался сегодня. Кстати, по расходу скажу сразу, что этот мотоцикл до ремонта, до того, как я его делал, я на нем катался, расход у него был приличный. Если сюда добавить те проблемы, которые были с карбюратором, то это, конечно, я думаю, не совсем логично. Включаем свет. В нашей модели он еще включается-выключается. Выдвигаемся. Если вы смотрите этот обзор с целью сбора информации для дальнейшей покупки Тенери 660, должен вам сказать, на основании чего построено моё оценочное мнение относительно этого мотоцикла. А это опыт езды на следующих мотоциклах. Итак, друзья, начнем с истории. Модель 660 Тенери начала выпускаться в 1991 году, придя на смену Тенери XT600Z. Основной рынок для Тенери была Европа. Встречались, конечно, и в Японии, но это была там редкость. Многие японцы даже не знают вообще, что есть такой мотоцикл. Это, например, как и мы не знаем, что есть Тенера 250, которую в нашей стране вообще не найти, хотя в Южной Америке они в большом количестве колесят по просторам Бразилии, так как для неё, собственно, и выпускались. С 1991 по 1994 года выпускался дорестайл, после чего мотоцикл приобретает более современный вид и те самые две круглые фары, которые по-европейски светят не вместе, а по отдельности, то есть ближний и дальний на разных фарах. Дизайн частично был позаимствован у Yamaha XTZ 750 Super Teneri. Ну, на любителе мне, например, нравится. Тенера, кстати, на языке теорегов коренных африковчан означает пустыня. Трансмиссия 5-ступенчатая, секвентальная, в общем картере с одноцилиндровым двигателем. В общем, классическая, прямозубая. Работает довольно жёстко, иногда недовключается, иногда невнятно включается. Возможно, престарелый возраст играет не последнюю роль. Кстати, я этот двигатель уже делал и видео о полной разборке и сборке этого мотора есть на канале. Друзья, первый небольшой привал в таком вот живописном месте. Очень здесь красиво. Я частенько люблю приезжать сюда, любоваться вот такими вот красивыми пейзажами. Гостиница Mria, ну или как бы комплекс гостиничный. Его лопухи вон торчат вон там вот. И первое, что хочется сказать о мотоцикле, это касается не только конкретно этого мотоцикла, а в целом всех мотиков Yamaha, на которых я ездил. Это, конечно, их чудовищно точная развесовка и управляемость. Управляемость просто на высоте. Вот кажется, мотоцикл громоздкий. Вот бак у него наверху, тем более он сейчас в данный момент полный. Центр тяжести у нас максимально весь наверху. Плюс здесь сухой картер, нету поддона, как вы видите, у двигателя, за счет чего двигатель становится немного меньше. И просвет, ну якобы увеличивается. И масло у нас находится вот здесь в раме. Его там около трех литров, ну если быть точным, всего его три литра. Поэтому весь вес находится наверху. Также вот эта будка, приборка и фары вместе. Фары это стекло, это не пластик, конечно. Поэтому они также имеют какой-то вес, плюс кофр. И когда вы садитесь и начинаете ехать на этом мотоцикле, этот весь вес просто исчезает. И неважно на каких скоростях вы едете, это 5 км в час, либо это 105 км в час, это не имеет абсолютно никакого значения. То есть мотоцикл стоит как вкопанный. Очень хорошо поддается рулежке на малых скоростях, что кстати от тур эндуро добиваться довольно сложно, я считаю, в рамках проектирования вообще мотоцикла. Потому что мотоцикл на больших ходах подвесок, а не как правило с высоким центром тяжести, все мотоциклы тур эндуро класса. Но вот именно Тенери, когда я впервые только сел на этот мотоцикл и прокатился, он меня конечно удивил. Потому что я не почувствовал абсолютно никаких уникдобств, я просто сел на него и спокойно себе тронулся по стоянке. Там был небольшой ГСК, где я его покупал. И между этими гаражами я без проблем на нем проехал, как будто бы я ездил уже на нем несколько лет. Поэтому вот за это я Ямаху безусловно люблю. Что же касается минусов от мотоцикла Ямаха, это конечно не такая надежность, как Хонда. Это объективно, это даже не мое мнение. Это мнение сложено с годами людьми, которые эксплуатируют эти мотоциклы. Будь то Ямаха, Хонда, Кавасаки, у которого были хотя бы какие-либо мотоциклы из этих трех марок. Конечно же Сузуки, да, тоже четвертая, потому что есть ДР-650. Я думаю, со мной многие согласятся, что Ямаха, она, ну, она что ли более нежная, как бы назвать, ну, не знаю. В общем, по надежности она немного отстает от своих конкурентов. Но управляемость не входит ни в какие сравнения с конкурентами. Это я вам абсолютно точно говорю, но опять же на своем личном опыте. Двигатель одноцилиндровый с мокрым сцеплением и сухим картером имеет один балансирный вал, который не очень исправляет проблему вибрации, присущей одноцилиндровым двигателям. Ну, для примера, в Кавасаки КЛР-650 целых три балансирных вала в двигателе, тем не менее, его также трясет, как алкаша. Немного поправляет ситуацию демпферные резинки на стойках руля. Благодаря им в зеркалах не сильно мутное пятно, и есть возможность все же разглядеть, что творится там за вами. У конкретного экземпляра соотношение передаточных чисел главной передачи стоит заводское, то есть звезды стоят родные. При таком конфиге на скорости в 100 км в час на пятой передаче стрелка тахометра находится в районе 4500 оборотов в минуту. При этом разметка шкалы спидометра аж до 220 км в час, что выглядит, конечно, очень оптимистично. Это объясняется тем, что приборка у рестайла позаимствована у той же Супер ТНР-750. Максималка по учебнику около 165 км в час. Максимум, что мне удавалось выключить, это 140. Немного пишут, что разгоняли и больше, но я боялся, что длинноходные подвески все же на такой скорости могут сыграть злую шутку. Есть вероятность поймать расколбас. Кстати, о подвеске. Задняя подвеска маятниковая с прогрессией, регулировкой при натяге и отбое и ходом в 200 мм. Передняя телескопическая вилка обычного типа, не перевертыша, диаметром пера 43 мм и ходом в 220 мм. Что, кстати, очень немало для мотоцикла этого класса. Немаловажный параметр для мотоцикла, это, конечно, его вес, который составляет 195 кг снаряженной массы. Это что-то среднее между DR-650, LR-650 и Африкой. Да, я буду в дальнейшем сравнивать эти мотоциклы с Тенери, потому что нам всегда интересно, как там у других. В целом, при моем росте в 172 см удерживать мотоцикл при остановке либо в заточных местах не проблема, несмотря на его высоту по седлу. Но она, в принципе, как у всех одноклассников, порядка 850 мм. Разгон и динамика. С этим, на мой взгляд, все в полном порядке. Если мы говорим от короткоходной одностволки, конечно. Мод с места буквально рвет, как бешеная собака, но эта собака просыпается лишь после 5000 оборотов в минуту. Ее не приходится, кстати, расталкивать. Когда достигается максимальный крутящий момент в 57 Нм и ровно через 1000 оборотов, двигатель достигает максимальную мощность в 48 лошадиных сил. Красная зона тахометра начинается с 7000 оборотов в минуту. Разгон с места замерять мы, пожалуй, не будем, а то наши клячи уже далеко не первой свежести и цифры явно будут отличаться от паспорта в 6.0 секунд до 100 км в час. Полагаю, что неплохая динамика – это заслуга, конечно, пятиклапанной системы ГРМ и того самого пресловутого карбюратора, который съест ваш мозг, если вы купили экземпляр, у которого большой пробег. Как вот, например, в моем случае. Видео, кстати, о том, как устроен этот карбюратор, также есть на моем канале. Можете посмотреть, если интересно. Если есть хороший разгон, конечно, должны быть неплохие тормоза. Скажу лишь то, что здесь они есть и, ну, тормозят, в общем, кое-как. Спереди один диск диаметром 282 мм, купи с двухпоршневым суппортом от Ниссин, тормозят, ну, обычно, ничего такого прям выдающегося. Сзади диск диаметром 220 мм с однопоршневым суппортом, ну, тоже без изысков, впрочем, все обычно. 18-е колесо сзади, 21-е колесо спереди. Резина, опять же, плюс-минус у всех одинаковая, ширина, высота. Немного об особенностях этого двигателя. У него один распредвал, все просто. Правда, вот, цепь ГРМ довольно широкая, не такая, как на квадроцикле Raptor, где такая же точно поршневая, практически такая же точно головка. Это Raptor и Grizzly 660, там, в принципе, один и тот же мотор. Так вот, там цепи в два раза почему-то меньше, я не знаю, почему так сделали, но, думаю, широкая цепь все же придает надежности. По каким-то минусам этого двигателя, ну, сказать особо, наверное, нечего. Вот, прям таких явных минусов у него, пожалуй, нету. Ну, за исключением, вот, может быть, муфта стартера, она здесь огромная. Читал я пару раз такое, что люди, вот, имеют проблему с этой муфтой. В остальном же двигатель умирает только из-за своего конского пробега. Этот мотоцикл имеет также, на мой взгляд, очень большой пробег. Я думаю, порядка, наверное, 120 тысяч километров, может быть, 150. Там уже не особо важна такая разница. Но, тем не менее, он по сей день живой, он живет. Я поменял поршень и кольца. В идеале, конечно, можно было проточить цилиндр, наверное, но я оставил все как есть. И, поверьте мне, он еще будет ездить и жить долго и счастливо. Большое отличие от других тур-эндуро-мотоциклов, если мы обратим внимание на заднюю подвеску, присмотритесь, как устроена здесь прогрессия. Она не торчит снизу, как вот обычно один из рычагов как-то выпирает вниз. Это немного забирает дорожный просвет. Здесь же все спрятано внутрь. Вот, я думаю, видно вам, да? И также накручены все заводские масленки на всех узлах, кроме вот этого. Но здесь толком ничего нет, здесь просто втулка. Если обслуживать эту прогрессию, прошприцовывать периодически, хотя бы, ну, скажем, там раз в полгода, раз в год, я думаю, она вообще будет вечная. Интересной особенностью проверки уровня масла в двигателе с сухим картером мотоцикл необходимо запустить, чтобы он поработал не менее 10 секунд, как говорит мануал. После чего мы достаем щуп, протираем его, окунаем и уже тогда смотрим масло. Щуп у нас находится вот здесь, под черной пробкой. То есть, это он и есть. При таком способе проверки его уровня, честное слово, ну, тяжело там, прям вот меточку в меточку как-то найти. Мотоцикл ставишь ровно, центральной подножки у этого мотоцикла нету в базе. Ну, она есть, как идет, как дополнительно, крепится к вот этим вот ушам, как слева, так и справа. Ну, в общем, такой тюнинг своего рода. И потом вы проводите всю вот эту процедуру по проверке уровня масла. Но, опять же, скажу честно, вот именно этот мотоцикл я не заметил, чтобы он жрал масло. Ну, и в целом, плюс, на мой взгляд, сухого картера в том, что у него меньше кидает масла в сапун, как по мне, это сугубо субъективно. Можете со мной не согласиться, это просто мое наблюдение. Дело в том, что у меня был до этого Сузуки Джебель, одновальный с сухим картером. И там я также не заметил какого-то большого расхода масла, хотя и мотоцикл также проехал довольно немало, без всяческих ремонтов. В этой локации есть небольшая тропинка, на которую мы сейчас свернем, по которой на Джебель пролетал вообще не стесняясь. Но на тур эндуро, признаться, еще сюда не сувался, не был здесь. Дождями сильно размыло, да и резина ни разу не травленная. Да-да, в заточных местах вес мотоцикла, конечно, дает о себе знать, все же это не Джебель. Но пока все вполне предсказуемо, и я его держу. Больше, конечно, влияет нисколько вес мотоцикла, как высокий центр тяжести, но... Все норм, едем дальше. И вот стихия тур эндуро, это, конечно, ралли. И именно то, на что делался упор при создании этого вида мотоциклов. Встаем в стойку, и он тут как рыба в воде. Просто непередаваемое ощущение. И сидя сейчас за микрофоном, записывая этот голос, я бы, конечно, очень бы хотел их повторить, честное слово. Габаритные размеры мотоцикла. Длина 2265 мм, высота 1385 мм. И, пожалуй, самый важный для нас размер, это, конечно, ширина. Чтобы пролазить между соснами, она составляет по рулю 845 мм. А это, между прочим, огромный плюс. И он отличается от других мопедов этой категории, у которых ширина на 5-10 см больше. Что значительно увеличивает возможность отбить зеркало, либо другие выпирающие, стоящие или тошнящие в пробке машины. Так что Тенера пролезет в свою калитку без проблем. Про обгон и запас мощности все просто. Открыл ручку, обогнал. Короче, если педалировать мотоцикл в одного номера, то мощности тут, безусловно, хватает за глаза. Можно еще пивной живот прихватить, ну или немного багажа в рюкзак или в кофер. Если, конечно, наездника два, да еще и пузатых, плюс багаж на двоих, конечно, придется понижать передачу и вертеть в красную зону, иначе зависание на встречке обеспечено. Несмотря на достойные технические характеристики и в целом невысокую цену даже для Европы, эта модель не получила достойной популярности и культовости, как, например, та же Африка Твин или вообще мопель-легенда Кавасаки КЛР-650, это лично мое мнение, которая успешно выпускается с 1987 года аж по сегодняшний день в нескольких версиях, буквально с малыми переделками по двигателю. Благодаря успешным победам в Дакаре, где он действительно был очень хороший, это дало свою рекламу, мотоцикл пользовался хорошим спросом. Только в Германии было продано более 4,5 тысяч единиц. Однако после рестайлинга, Ямаха XTZ-660 Dennery начала стремительно терять спрос. И в связи с этим, компания была вынуждена приостановить производство в 1995 году. Попытки возобновить производство в 1996 году, но 1996 ситуацию не поменял, и это стал последний год официальной жизни модели на производственном конвейере. Продажи оставшихся изготовленных мотоциклов продолжались до 1999 года, поэтому можно встретить дату выпуска, записанную в ПТС, либо документах после 1996, но по факту он будет скорее всего лишь до 1996. Что можно сказать в итоге? На момент публикации этого обзора, этот мотоцикл уже нашел нового владельца, но оставил кучу очень положительных эмоций. Должен признаться, я очень люблю свою работу и хобби в одном флаконе, которое позволяет мне катать на различных мотоциклах, и ощущать неповторимые эмоции от езды на них. У каждого из них своя харизма, настроение что ли, и Dennery оставила мне их надолго. Жаль, что ее судьба оказалась так коротка, и не столь красочна, как у других собратьев. Спасибо большое за ваши комментарии и отзывы, дорогие подписчики и случайные зрители. На этом у меня все. Оценивайте, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. У меня еще есть один экземпляр, про который, думаю, стоит вам рассказать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok